Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас второй день, получается, пребывания в гостинице, в гостиническом комплексе Хаган Лодж. Вот мы в одной части расположения, а здесь еще на второй части есть вот такие вот тоже красивенькие домики уютные. Куда мусор можно выбрасывать? Да, куда мусор можно выбрасывать? Мы же здесь не живем. Ну вот, за заборчиком все рассортировано. Металл, бумага, пластика и папир. Бумага. Ну, бумага. Все, пойдем дальше, посмотрим, что там. Сегодня утро наше выдалось солнечным, красивым. Кать, я вижу страусов, посмотри! Страусов? Да, я не знаю, вот сейчас видеокамеру увеличу. Может, это и не страусы вовсе? Ага, вот они. Кто это? Боже мой, это же лошади, это не страусы. Вчера зайцы. Да, как вчера мы увидели оленят, да? Это были то ли зайцы, то ли олени. Так, ну вот он, большой гостиничный комплекс. Много домов красивых, маленьких, сказочных, наполовину деревянных. Сейчас не каждый домик занят, потому что все-таки лето. А зимой здесь очень трудно найти, я думаю, свободное место. Нужно заранее все резервировать. Ну вот какое красивое место. Горы, они повсюду. Они такие красивые, они шикарные. Много зелени, много леса. Тайгунька и тайгунька наша, купающаяся в зеленой траве. Тайгуш, пойдем! Пойдем! Там тоже люди приехали со своим животным, с собачкой. Ну вообще многие, мы вот здесь вот второй день, да? Тайгуш, пойдем вперед. Мы много людей видели. С животными приезжают. На! Мы еще и кошечку Злату с собой в этот раз взяли, да? Ну куда ее девать? Вот так вот человека искать и оставлять ее чужому совершенно, человеку отдавать ее в чужой дом. Это мне кажется очень жестоким. Где? Тайга, иди ко мне. Тайга, бай-бай. Ко мне. Пойдем, пойдем вперед. Пойдем, Тайгушка. Сейчас посмотрим, что там впереди. Наверх мы не будем подниматься, у нас нет таких палочек, как вон у людей. Люди идут молодцы, спортсмены, туристы. Да, у них хорошая обувь, наверное. А может, и не очень хорошая. Катя, где мы видели, люди приехали в горы с резиновыми шлепками? В каком-то видео. Б, да? Да. Все, ты поняла? Не будем произносить эту фамилию. В общем, да. Видео красивое у них было, да? Просто они подготовлены. Может, спонтанно вот так вот решили. Ну, а в этот раз, куда мы ездили? Мы ездили в Энсбрук, у меня не было обуви, да? А в этот раз я купила себе вот какие шикарные, красивые, спортивные. Не знаю, насколько они горные. Вот, ну, насчет спортивной, это да. Бегать по асфальту можно у них. Но ходить в горы. Да, с тайгой. Да, вот второй день я и ходила, и они у меня уже стали запачканными благодаря тайгушке. Да, тайга? С трудом поднялись. Хотя и не сильно подъем крутой, большой. Ну, тяжело подниматься с непривычки. Я почему-то думала, сено, оно должно быть почище. Оно какое-то грязненькое уже. Может, его с чем-то собирают, или, может быть, оно уже прогнивает внутри. Мокрое. Так уж, ну все, пойдем. Пойдем посмотрим, что там впереди. Прохлада. В тенечке сразу чувствуется лесная прохлада, да. Да, да, спасительная такая. Боже, какая красота. А на солнце выходишь, опять начинается пекло. Так, вчера вечером было 11 градусов. Было холодно, мы замерзли. Ручеек журчит, течет. Слышно? Друзья, вам слышно? По ту сторону экрана. Течет ручеек, журчит водится. Тайга, ты там не покупаешься, красавица. Пойдем туда подальше немножко. Пойдем туда. Пойдем вглубь. Может быть, мы не встретим людей. С тайгой очень хорошо гулять, когда никого нет рядом. Когда нет рядом ни людей, ни собак, никаких других животных. Потому что у нее сразу срабатывает защитный инстинкт. И она становится монстром, агрессивным, таким, очень сероногим существом. А дома такая милашка, да, Кать? Да. Дома такая милашка. Вот все, я видео выставляю, да, все в ютубе говорят. Какая у вас хорошая собачка, такая добрая, культурная, да? Да она у нас такая. Бывает иногда и другая. Вот я думаю, мы сейчас зайдем туда вглубь, да? А там волки. Медведица тут нету. А вдруг волки выйдут? Да тайгунчик наш убежит от нас. В Австрии есть волки или нет? Кать, что там писали? Что писали в газете? Что они стали возвращаться из стран, которые рядом. Наверное, те страны, которые их сейчас отстреливать стали, да? Они бегут в страну, там, где их защитят. Слушай, в Австрии все бегут, да? Все беженцы. Уже звери побежали. Ну, пускай бегут, здесь их спасут. А я читала в этом, в России где-то. Начали отстрел волка. Да. Потому что, да, они уже стали нападать на людей. Тайга, ко мне! Ко мне! Там, не знаю, там поворот, и всегда нужно опережать Тайгу мыслями и глазами, потому что она может среагировать и побежать. Самое главное вовремя дать команду отбой. Иди сюда, Тайга! Иди ко мне сюда, иди. Так, нет, нету там никого. В бревнышке лежат. Речушка, ручеек вернее. А пахнет, как прекрасно пахнет. Каким? Сними, пожалуйста, с ней на мордничек. Пускай попьет чистейшую, альпийскую, родниковую водичку. Иди сюда. Да, у нас из крана в гостинице тоже течет чистая родниковая вода. Тайгуш, подойди ко мне. Ко мне. Давай. Ко мне. Иди сюда. Стой. Давай. На мордничек снимем. Все. Иди спокойно, пей водичку. Держи. Да, Тайгуш, негде тебе покупаться. Вот она стекает здесь вся, не застаивается. Ну, пей же как-нибудь. А там вверху, смотри, видишь? Ну, дамбочка маленькая, да. Неудобно по камешкам ходить. Ну, пойдем дальше, Тайга, пойдем. Еще что-нибудь найдем, пошли. Мы так хорошо с Тайгушкой и с Катенькой погуляли по этой лесной дорожке. Вот, и дошли до места, там где много домиков, вот таких вот деревянных, да, это получается, в этих домиках кормят лесных зверюшек. И там, ну, от несколько метров от нас было написано, пожалуйста, собачек возьмите на поводок, потому что здесь проходит кормление диких животных, да. Но мы дальше уже не пойдем, мы вернемся, потому что наша цель Тайгушку выгулять, правильно? Без поводочка, чтобы она тоже чувствовала себя комфортно, уютно на природе, так же, как и нам хорошо, правильно? А дальше мы не пойдем еще, почему? Потому что там вот написано, ах, там, к вниманию, пожалуйста, держите дистанцию, да, Кать? Да. Дистанцию от коровок, это значит, если вы туда идете, то все лежит, то что случится под вашу ответственность. Да, и мы туда не пойдем, потому что это опасно и для Тайги, Тайга там коровы пасутся, а может еще какие-то животные. Пойдем, Тайгуничка, мы уходим в другое место. Вот, а в прошлом году был случай нападения коровы на женщину. Это было в какой-то из районов, из областей Австрии. Ну, вот так вот корова растерзала своими большущими рожками женщину. Почему это произошло? А это произошло потому, что женщина гуляла... Тайгуш, не пей там водичку, она застойная. Тайга, иди сюда. Пойдем, пойдем дальше. Женщина гуляла на месте, где гуляют коровы, козы, лошади. Дело в том, что в некоторых районах, в горах нет ограждения, да, и люди гуляют там с собаками. Вот, и, в общем-то, все. Собачка убежала, а коровка почувствовала опасность, и, конечно, напала она на женщину. Как говорится, у страха глаза велики. Напала она первого встречного, кто был рядом. Вот. Собачка не пострадала, но женщины больше нет в живых. И в Австрии с прошлого года ввели закон... Какой закон? Люди, которые держат животных, они должны писать вот такие вот... Ахтунг, да, внимание. И обязательно, чтобы было ограждение, чтобы животные свободно не гуляли и люди не ходили в эти... Тайга, Нигу, не пей воду, она же застойная. Ну, мы пойдем в речушке, да. Ну, лапки мы помоем, и купаться будем сегодня. Тайга, в шампуне жожоба ты сегодня будешь купаться. Мы к коровкам не пойдем. От коровок мы уйдем. И водичку родниковую мы найдем с Тайгой, да? Как красиво, аккуратненько выкошены поля, да? Гладенько. Кстати, я долгое время думала, как они подстригают эту травку, да? А помнишь, мы как-то в ассер-парке видели, или это мы с Сашей были, на дистанционном управлении машинка, и она в такие труднодоступные места заходила. Вот это я видела, как подстригают газоны в Австрии. Вот какие интересные домики. Это не лыжная школа, ягдхофф, это охотный дворик. Ресторанчик, наверное, красивый. Так, из этого инопланетного места наверх поднимаются. Она сейчас закрыта, конечно. Так, а вот это вот центральное здание, где ключи, где дирекция сидит, управляющая нашей гостинице. Вот, а вот школа лыжная. Пойдем поближе подойдем, Катя, посмотрим. Перед нами огромная карта, на которой изображены лыжные дороги. Мы находимся где? Наша гостиница Хаган Лодж. Вот мы здесь. Как много гор, как много красивых мест. А вчера мы были на этом озере. Озере Альт-Аузе. Красивое, великолепное озеро. Красивого цвета. Оно огромное. И на берегу так много красивых, очень красивых австрийских домиков. Сейчас на этом месте все в спокойствии. Все спит в ожидании зимы. Все, Тайгушка, иди домой. Вперед. Вперед. Все, дорогие друзья, на этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за внимание. И до свидания. А Тайгушку мы сейчас будем купать. Шампунь и жужуба. Да, Тайгунька? Да, Тайгунька? Все. Всем, друзья, до новых видео. Встречаемся на новом видео. Компания шампунь и жужуба. Да, Тайга? Сидеть. Сидеть. Все. Сейчас пойдем в ванную.